Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз продолжаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Латвии Джованшир Ахундов у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, я думаю, что те, кто следят за международными событиями, наверное, уже знают, что было обострение на азербайджанской-армянской границе, были жертвы, к сожалению, было привлечено внимание международных структур к ситуации. Вот в зоне вот этой эскалации конфликта, что ли все-таки произошло, почему это произошло с точки зрения Азербайджана, может быть, несколько слов с этого, давайте начнем. Ну, во-первых, спасибо вам, что вы меня сегодня пригласили сюда, в студию, чтобы я мог бы проинформировать наших дорогих радиослушателей с той ситуацией, которая сложилась в регионе Тууза, Туузского района Азербайджанской республики. Это совсем не Нагонный Карабах, чтобы люди понимали. Это совсем, да, да. Это совсем, это 200 километров севернее, ближе к границе Грузии, где-то 70 километров от границы с Грузией. Во-первых, я хотел бы рассказать немножко радиослушателям, обновить информацию о том, что же явилось причиной этого конфликта. В 91-м году Армении было оккупировано 20% территории Азербайджанской республики. Тогда у нас не было своих войсков формирований, у нас не было... То есть противостоять вы этому никак не могли? Мы не могли. Это была такая ситуация, при которой мы не могли. Был процесс обретения независимости, примерно в то же время обрела независимость и Латвия. То есть это был процесс такой очень сложный. И в этот момент вот они воспользовались и захватили 20% нашей территории. При этом было убито до сегодняшнего дня 30 тысяч азербайджанцев. С армянской стороны я не знаю, сколько было убито, не могу ничего сказать. А вот с азербайджанской 30 тысяч было убито. И было более миллиона беженцев и перемещенных лиц. Более миллиона? Да, более миллиона. Вы представляете, вот этот процесс обретения независимости, тяжелая финансовая положительность, тяжелая экономическая ситуация. И в этой ситуации у нас еще такое количество беженцев. Мы всех, так сказать, приняли, всех обогрели. Сейчас строится огромное количество для них дома, городки, поселки и так далее. То есть по-прежнему они вот не вернулись в родные места? Они еще не вернулись в родные места. Вот об этом. Это главное требование азербайджанской стороны. Деоккупации этих территорий. Притом это не только мы требуем. Это требует резолюция Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассаблеи ООН, Европейского парламента, Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, организации неприсоединения. То есть все международные, ведущие международные организации требуют этого, чтобы произошла деоккупация азербайджанской территории. Но до сих пор, как говорится, ситуация не меняется. В 1992 году была создана минская группа ОБСЕ для решения этой проблемы. Ни на йоту, ни на сантиметр проблема не решилась. А на дворе уже 2020 год? Я бы хотел бы дать небольшую информацию о хронологии событий. 12 июля произошел обстрел нашей территории со стороны Армении из стрелкового и артиллерийского оружия. С нашей стороны эти точки были артиллерийские, были подавлены. Последовал ответ, да? Последовал ответ. Но перестрелка шла несколько дней. При этом погибло 11 наших военнослужащих и один мирный житель. Они обстреливали мирные села, мирные деревни. Но там стоят наши погранвойска. Я подчеркиваю, погранвойска, это граница. Это не регулярная армия. Это не регулярная армия. И это не район Нагорного Карабаха. Я подчеркиваю, это 200 километров с севернее. Это ближе к грузинской границе. И вот в результате этих действий при этом обстрел шел очень интенсивно в наших поселках, в наших деревьях. Люди испытывали огромный стресс. Люди испытывали огромную ситуацию военная. Это же не присуще. Возникает вопрос. А почему это произошло? Вы правильно поставили вопрос. Почему это произошло именно там, в Туузе? А не в Гарабахе. В Гарабахе это была причина, почему это произошло. То, что Армения хочет расширить географию столкновений. Зачем же? А я вам скажу. Они хотят привлечь уже третью сторону в этот процесс. В это столкновение. Но они не добились. Они хотели, что ОДКБ... Потому что это граница. Это не Гарабах. Это не признанная территория Азербайджанской республики. Это Тууз. Это граница между Азербайджаном и Арменией. В результате этих столкновений, по их мнению, по их логике, ОДКБ должно включиться. Но ОДКБ отклонило это и даже не провело своего заседания по этому поводу. То есть они не стали вовлекаться. Но чтобы радиослушателям было понятно, это организация, договор коллективной безопасности. Туда входят страны бывшего СНГ. И что дальше? Вторая причина. Там 78 километров до границы с Грузией. Между Азербайджаном и Грузией вот в этом районе проходят основные транспортные коммуникации, идущие из Азербайджана в Грузию, в Турцию и Европу. Это газовая инфраструктура, это нефтяная инфраструктура, это железная дорога, это автомобильная дорога. Вы представляете, для значимости для Азербайджана вот этого небольшого, достаточно узкого коридора. Там проходит, могу перечислить, там проходит нефтепровод Баку-Табилиси Джоихан, там проходит газопровод Таптанап, там проходит газопровод на Эрзорум, который обеспечивает Европу альтернативными источниками энергии. Это вот мы Таптанап, мы недавно, он должен еще вот на полную мощность, он будет запущен через несколько месяцев, буквально два месяца осталось для его запуска. И вот в этот момент начинается вот этот конфликт, вы понимаете? То есть вот это перелезает вот эту транспортную, вот эту коммуникацию основную, которая идет с Азербайджаном. Вот все-таки чуть-чуть возвращаясь до этого конфликта, ведь казалось после всех процессов, в том числе в Армении, когда Пашинян пришел к власти, что может быть это даст толчок для каких-то серьезных переговоров, уже на таких, на долгосрочной основе. Ну, я так понимаю, что этого не произошло. Были такие попытки? Вот мы тоже надеялись на это. Мы тоже надеялись, что с приходом к власти, значит, Пашиняна будет более конструктивно. Он себя декларирует как демократ, он себя декларирует как более, так сказать, прагматик и так далее. Но это не произошло. Произошло еще более ужесточение риторики, популистской риторики. Я вам могу вот привести сейчас два высказывания. Одно высказывание, это касающееся первого тезиса, что я говорил по поводу расширения географии. Значит, заявление министра обороны Армении Давида Тунояна о новой войне, в кавычках это идет, о новой войне за новые территории. Это буквально его слова. Далее Пашинян выступает и говорит, Нагорный Карабах это Армения, точка. Наш президент выступает на валдайском форме, говорит, Нагорный Карабах, в ответ, конечно, Нагорный Карабах это Азербайджан, восклицательный знак. Вот наши надежды были с тем, что процесс пойдет более конструктивно, более, как бы, с большим пониманием ситуации. Но видим, нет, мы, значит, здесь были какие-то, значит, наши необоснованные какие-то ожидания в связи с Пашиняном. Значит ли это, что обе стороны, ну, не готовы сейчас идти на какие-то уступки? Я, во-первых, скажу, давайте о том, о еще одном факте, почему это произошло. Значит, ну, сейчас все знают, что это страшная пандемия, COVID-19 существует в мире. Мы стали инициаторами, как председателем движения и присоединения о созыве специальной сессии, онлайн-конференции Генеральной Ассамблеи ООН по поводу этой напасти, по поводу этой болезни. И как вы думаете, 130 стран проголосовали за проведение этой конференции, и только одна страна проголосовала против? Как вы думаете, какая это страна? Армения. Как можно в этой ситуации, когда страны, народы испытывают такие проблемы по поводу COVID-19, как можно против этого выступать? Я думаю, что это тоже было одной из причин. Вот, может быть, такой вопрос, которого не могу не задать. Вот роли международных структур, вы сказали, к сожалению, что это вот Минская группа ОБСЕ, которая еще была создана в 92-м году, многие уже забыли, к сожалению, о ее существовании. Ну, не дала ожидаемого результата. Да, вот что сейчас, какова роль, не знаю, ОБСЕ, Советы Европы, вот ООН, по-моему, был, я так понимаю, был телефонный разговор с вашим министром странных дел, генсек ООН господина Гутерреша. Нет, был разговор с нашим президентом, с Антонием Гутеррешем, а был разговор министра иностранных дел нашего, Джейхуном Байраму, с господином Буррель. Да, это Еврокомиссия. Да, это Еврокомиссия. Может быть, несколько слов об этих переговорах, какова позиция ООН, да. Да, извините, но я сейчас не могу вам дать, по поводу последних этих разговоров, у меня просто нету этой информации, но я вам могу сказать о нашей позиции. Да. А наша позиция, наша позиция такова, мы за переговоры, только предметные переговоры, за результативные переговоры, за те переговоры, которые могут принести какой-то результат, за те переговоры, которые конструктивные, за те переговоры, которые переговоры не ради переговоров, а ради результата, ради того, чтобы люди не испытывали. Я здесь хочу еще одну тему коснуться. Когда хоронили наших шеидов, наших мучеников, на улице Баку, несмотря на карантин, вышло десятки тысяч людей. Это те, кто погибли на границе, да? Да. Когда их хоронили, одного генерала, одного полковника и младший офицерский состав, их вышли люди в порыве, никто их не звал, и мы не могли остановить, правительство не могло их остановить, потому что это был патриотический такой порыв. Люди хотели, они кричали, лозунги были такие, Горобах наш и Родина неделима. И в военкоматы обратились огромное количество людей, которые написали заявление о том, что они хотят пойти служить в армии. Несколько, десятка, тысяч человек сами. Вы можете, у меня здесь в Риге 15 человек пришло, записалось. В маленькой Риге. Пришли и сказали, что они хотят... Да, у нас здесь было шествие, потому что ковид не разрешили провести митинг. Было автомобильное шествие, потом пришли к посольству, ко мне обратились, и я сказал, да, пожалуйста, вот консульская служба наша примет ваше заявление. Это без всякого призыва. Это без всякого призыва. Мы не можем игнорировать мнение азербайджанского народа. Мы устали уже. Сколько можно говорить, переговоры вести просто ради переговоров. Нельзя. Надо, если мы ведем переговоры, надо конкретно сформулировать свои позиции. И группа, минская группа тоже должна, и международная общественность должна быть довольно активна. Она должна применять определенные инструментарии против Армении, чтобы они как бы поняли, что так продолжаться не может. Они хотят оставить этот статус-кво. Это невозможно. — Имеется в виду Нагорный Карабах. — Да. — А возможно ли в этой ситуации какие-то уступки? Потому что вы сами сказали, что вот заявление, я так понимаю, премьер-министра Армении Пашиняна о том, что Нагорный Карабах наш. Естественно, в ответ на это президент Азербайджана, господин Алиев, сказал «нет, наш». И не получается, чтобы людям со стороны было понятно, что здесь определенный тупик, потому что ни одна из сторон не может много отступить. Вы же как дипломат тоже знаете, что если идут переговоры, и ни одна из сторон не делает шаг назад, то получается, ну, нет переговоров. — Здесь есть один основополагающий признак. Это территория Азербайджанской республики. Там уже в рамках... — Международное это признано. — Международное признано. В рамках этих позиций, в рамках этих позиций, я сейчас не могу уже говорить там о конкретных каких-то нюансах, как это может быть, но это основополагающий принцип. И мы должны видеть их понимание этого, как бы, этого принципа, понимание какого-то ситуации, но мы этого не видим. Да, еще я хотел о чем говорить, хотел бы о чем сказать. Это о том, вообще это подрыв международного права. Они объявили, что они могут ударить по нашей плотине. Это Мегачавирская гидроэлектростанция. Вы представляете себе, 6 миллиардов кубометров воды. Если эта полотина прорвет, это затопит до всю нашу куророксинскую низменность, всю долину. Это страшная катастрофа. И вот они постоянно об этом декларируют нас, значит, что мы можем ударить по Мегачавирской ГЭС. Я хотел бы, вы задали вопрос по поводу мирового сообщества. Я бы хотел здесь особо отмечить позицию Латвии. Министерство иностранных дел Латвии, оно сделало заявление по этому, где апеллируют к международному праву, к принципам территориальной непрекосновенности, суверенитета государств и суверенитета, которые должны незыблемо сфаблюдаться. То есть здесь это обращение обращено к нам, к Азербайджану. То есть здесь латвийская сторона открыто декларирует, что они поддерживают наш Азербайджанский государств в своем законном праве. Второе. Вчера было заявление парламента Латвии, группы дружбы парламента Латвии относительно последнего конфликта. Далее было заявление группы дружбы Европарламента Андриса Америкса по этому поводу. Тоже мы очень благодарны, что это заявление было сделано. И так далее, и так далее, и так далее. Теперь я могу вам даже перечислить те организации, которые непосредственно, то что у меня сегодня есть. Партия Европейских консерваторов и реформистов решительно осудила недавнее нападение вооруженных сил Армении, пытавшееся дорожить государственную границу Азербайджанской республики. При помощи движения неприсоединения приняла коммуникация военной провокации Армянской вооруженных сил на Азербайджанно-Армянской границе. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества призвал к старейшему урегулированному конфликту и выразил свою поддержку, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. МИД Украины, Грузии, значит, далее звонили, звонил и министр иностранных дел Ирана, звонил министр иностранных дел России, звонил министр иностранных дел Турции. Влиятельные члены итальянского парламента, Паоло Гримальди, Стефано Лучиди и другие. Я хочу сказать, что я все даже перечислить не могу, насколько большое количество это международного признания, законного права Азербайджана на Нагорный Карабах. Я хочу сказать, что здесь, понимаете, даже сейчас мы будем, очень можем долго и говорить об этих вопросах различных международных организаций, но Армения их не соблюдает. Четыре резолюции Организации объединенных наций. Это главный документ о деоккупации. Резолюция Совета Европы, резолюция Европейского парламента, резолюции других международных, движение присоединения. Это 120 государств. Вы представляете себе? 120 государств говорят, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. И как бы ситуация не меняется, приводит к такой вот трагедии, которая произошла 12 июля, при котором погибли. При этом я хотел бы отметить, что мы не скрываем свои потери. Армения скрывает. Но я думаю, что через месяц появится какой-то список, как было в апреле 16-го года. Он сказал, что четыре погибших. Я думаю, что это неправда. Я сейчас ничего не могу сказать, у меня данных точных нет, но я думаю, что через месяц мы увидим другую цифру. Это то же самое было в апреле 16-го года. Потом появился список в 69 человек. Чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Латвии. Буквально на пару минут мы прервемся. Не переключайтесь. Чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Латвии. Мы как раз говорим об этом печальном событии, эскалации конфликта. Вот все-таки, может быть, продолжая или завершая вот эту тему, такую вот неприятную, хотелось бы, чтобы ситуация нормализовалась. Все-таки, что, как руководство Азербайджана, какой она видит пути, вот для того, чтобы больше этих эксцессов не было, потому что, ну, понятно, что это трагедия. Погибли люди, погибли военнослужащие, у них остались семьи. Ну, во-первых, я бы хотел выразить свое соболезнение тем семьям, которые потеряли своих близких. Но вы говорите о нашей позиции. Наша позиция четкая и ясная. Наша позиция, мы должны восстановить свою территориальную целостность. Мы должны восстановить, должна произойти деоккупация. То есть, другого пути фактически нет. А другого пути, там, я сейчас не могу говорить, там это сложнейший такой процесс. Там есть мадридские принципы, есть, в рамках которых работают переговорные группы, есть спецпредставители по этим, по этому Нагорно-Карабахскому конфликту. Но есть основополагающие принципы. Половинчатого решения мы не принимаем. Вот наш президент вчера сказал, половинчатого решения мы не можем принять. Должно быть восстановление территориальной целостности Азербайджанской республики. Это общая позиция азербайджанского населения? Это общая позиция. Это не только азербайджанского населения. Я же вам говорил, что международные организации также везде, во всех документах, во всех документах, об этом говорится. Что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Последние резолюции посмотрите в Европарламенте. Я хотел бы, знаете, о чем рассказать вам? Я бы хотел бы рассказать вам о той поддержке, которую оказали Азербайджану вот в этой ситуации диаспортной организации. Во всем мире, по всему миру. И какие провокации проводили по отношению к ним армянские организации. По всему миру. И в Берлине, и в Вашингтоне, и в Лос-Анджелесе, и в Париже. Вы говорили о диаспортальных организациях, но это фактически те соотечественники, которые проживали в других странах, но они переживают за эту ситуацию. Да, да, да. Они поддерживают Азербайджан, они поддерживают, они с народом, они рядом со своей родиной. Это очень-очень важно. А вот так, чтобы нашим радиослушателям было понятно, вот в этом месте, это УЗА, где Вы сказали, вот эта граница, там никаких споров нет. То есть эта граница юридически оформлена. Или там тоже такая вот ситуация. Значит, после развала СССР, демилитация границы должна существовать. То есть юридически оформляется там по каждому сантиметру. Демилитация границы, да. Да, каждому сантиметру проходится это. Конечно, в силу этого конфликта у нас демилитации границы с армией не было. Да, этого еще нет. Но, так сказать, здесь уже это технологический процесс, потому что старая граница существовала между Азербайджанской республикой и Армянской республикой. Здесь идет не об этой речи. Речь идет о мотивации. Вы хороший вопрос задали. Зачем именно там? Вот о чем идет вопрос. Зачем именно там этот конфликт произошел? Я вот перечислил эти все, эти самые, эти причины. Да, спасибо большое. Будем действительно надеяться, что удастся этот конфликт разрешить. И действительно будут какие-то эффективные мирные переговоры. Может быть с участием международных организаций. Я так понимаю, что Азербайджан не отказывается от международных усилий по нормализации отношений и разрешения этих споров. Нет, Азербайджан никогда не отказывался. Мы все эти годы, 28 лет, мы участвуем в этом переговорном процессе. 28 лет. Понимаете? Это срок. Это срок. Дипломаты, сопредседатели едут, приезжают, уезжают, разговаривают и так далее. То есть сколько сменилось этих сопредседателей. Да, сколько сменилось этих сопредседателей. Ну и как бы сказать, мы готовы, но мы готовы вести.